МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже становится ясно, полностью программы по профпредметам пройти в этом году не удастся, при этом пока ни всероссийские проверочные работы, ни тем более ОГЭ и ЕГЭ отменять или переносить не собираются. Так как же школьники, особенно 9- и 11-классники, будут сдавать экзамены, пересмотрят ли оценки за контрольные работы и готовы ли в Челябинской области к дистанционному обучению? Об этих важных вопросах пойдет речь сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный герой сегодняшней программы, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, в общем-то, коронавирус добрался и до Челябинска, до Челябинской области. В частности, вот после каникул, да, весенних, дети у нас пойдут на карантин. Ну, карантин такой, немного непривычный для нас, так скажем. Правильно. Ну, вообще, такой период наступает проверки готовности системы образования на работу в иных условиях. В данном случае мы ведь не говорим о том, что у нас все, безусловно, все до одного перейдут на режим обучения дома, в домашних условиях. Мы говорим о том, что могут быть разные образовательные форматы, в том числе у нас пока, во всяком случае, в области родители вправе выбрать, пойдет ребенок в школу или он будет обучаться в домашних условиях с использованием различных возможностей. У нас действительно есть возможности различных форм обучения с использованием дистанционных технологий. Наиболее хорошо это отработано на уровне вузовского образования, но это уже взрослые граждане, да, они сами приняли решение, на уровне среднего профессионального образования, где есть и несовершеннолетние, и совершеннолетние. А здесь, почему мы больше всего внимания уделяем именно школьному периоду, это несовершеннолетние. И в отношении них родители принимают решение, как им жить, как им расти, как им развиваться, как им обучаться. Вот в ближайшие остальные, ну, две недели. Да, да, но это пока в две недели. Мы, давайте, вот говорим, у нас сейчас есть определенное время. Так, а может быть оно увеличено, да? А оно может ведь и продлиться, и мы, собственно, отдаем себе отчет, что такое возможно, что, по сути, мы до конца учебного года, это может быть, будем обучаться как раз в таком периоде. Да, но до конца учебного года. Но мы же отслеживаем ситуацию, какая она в Европе, да, как это все развивалось в Китае. Мы же понимаем, что это ведь не только недели, не две, не три недели, может быть по-разному. Ну, хорошо, если мы приостановим это все, и мы через две недели, через три недели выйдем в нормальный регулярный процесс. Но ведь может так получиться, что это затянется, и мы должны быть готовы завершить учебный год вот в таких непростых условиях. Ну, давайте поговорим тогда о ближайших планах вот этих две недели. Сейчас родители должны написать заявление в школу, да, если в случае того, что они принимают решение, чтобы ребенок находился дома. Абсолютно правильно. Мы рекомендовали всем образовательным организациям, всем школам проработать с родителями, чтобы они сделали свой выбор, будет ребенок ходить в школу, либо ребенок будет обучаться дома. Если ребенок ходит в школу, здесь все понятно, на расписание уроков, весь обычный процесс. Мы ходим на все уроки. На все, не выборочно. Ни в коем случае. Свободное посещение в данном случае не надо приравнивать студентов, да, когда у нас там хочу-хожу, не хочу-не хожу. Четыре урока посетил, два ушел. Да, у них другие задачи. Им сессию главное сдать, да, что там в середине учебного года не так важно. То есть для школьников такой системы нет? Нет, нет, нет. Или он ходит, и тогда обычное расписание уроков, с ним работают, как положено учителя, получают домашнее задание, на следующий день приходит. Если родители выбрали не посещение школы, да, они уведомляют обязательно письменно, потому что у нас в отношении несовершеннолетних действий могут совершать только родители, законные представители, и это должно быть обозначено, то есть это законодательство, здесь мы ничего не нарушаем. Если, скажем, в классе один ребенок захотел учиться, хоть один, хоть один. Все равно будет? Здесь в данном случае это общая позиция и Федерального министерства просвещения о том, сколько бы детей ни пришло, если они пришли в школу, мы всех детей учим в соответствии с расписанием. Ну давайте вот, например, рассмотрим ситуацию 50 на 50. 50% остались дома, 50% ходят в школы, так сказать. Нагрузка на учителей же, я правильно понимаю, во-первых, возрастает. Правильно понимаете, конечно, нагрузка возрастает в этот период, но и это период как раз апробации всех других технологий, которые возможно, да, проверить, что применимо, что неприменимо. Конечно, нам бы хотелось, чтобы учитель сел перед экраном, да, а с той стороны все дети, целым классом, но каждый из своего, да, со своего компьютера, со своего гаджета, устройства выходил, и все бы в таком очном общении. Нет. Но вот таких конференций не будет. Таких конференций, если они и будут, то они не будут, во-первых, массово, потому что невозможно все шесть уроков проводить, есть элементарные санитарные нормы и правила, которые не разрешают достаточно долго находиться ребенку перед экраном компьютера. Хорошо, а как тогда ребенок должен узнавать новую тему? К примеру, те, кто очно учится, они прошли с учителем, а те, кто остались дома, у них никто не отменял обучение? Никто не отменял обучение. У нас есть государственная информационная система образования в Челябинской области. Мы ее хорошо знаем, родители, как сетевой город, нам так знакомо это, да, где у нас есть возможность, во-первых, учета всех тем, учета, домашнее задание мы через эту систему передаем, в нее входят и дети, и родители, они могут получить это задание, выполнить, и учитель определяет, в каком формате они предоставляют отчет о выполнении того, что они сделали. Ну, домашнее задание, да, а новую тему как проходить? Здесь родители должны включиться? Да нет, зачем же? У нас сами учебники, которые сделаны, вот хорошо в данном случае, что мы не перешли, допустим, с бумажных учебников полностью на электронные, ведь у нас учебники построены таким образом, что тема раскрывается полностью, и ребенок вполне самостоятельно может прочитать и выполнить те задания, которые предполагаются в учебнике. И, в общем-то, это такой достаточно стандартный подход. То есть, по сути, это будет самообучение? Ну, по сути, это самообучение. А если нужно получить какие-то консультации, то это, пожалуйста, звонок учителю, либо учитель определяет время, может быть, он в Ютьюбе там работает, может быть, он в каком-то чате работает, еще где-то. То есть, можно получить уже ответы на вопросы. Либо вполне возможно, что наши учителя будут такие консультации устраивать для тех, кто дома. Ситуация как раз покажет, готовы ли мы. Готовы ли мы, да. То есть, по сути, сейчас каждая школа формирует новую свою, новые механизмы реализации образовательной программы. Елена Александровна, ну вот с обучением, с процессом обучения все более-менее понятно. А что будет дальше с контрольными, с годовыми оценками, я имею в виду? Будет ли учитель учитывать то, что ребенок обучался дома самостоятельно, либо все-таки ходил в школу? Ну, нет, это все будет учитываться. Во-первых, хочу сказать, три четверти или два триместра уже прошли у нас в образовательных организациях. По сути, мы можем выставить итоговую оценку, даже по тем результатам, которые есть, с учетом выполненных заданий вот этого такого периода обучения в режиме повышенной готовности, который сейчас объявлен на территории Челябинской области. Поэтому, и по сути, четвертая четверть, это, как правило, действительно четверть больше контрольная, четверть с повторениями, последние вот эти вот наши месяцы. Здесь не надо паниковать. Во-первых, то, что касается всероссийских проверочных работ, которые проводятся у нас во многих параллелях. Сейчас у нас у каждой абсолютно школы, по тем предметам, по которым проводятся всероссийские проверочные работы, есть уникальный пакет контрольно-измерительных материалов. Что это значит? То есть школа в то время, когда она определит для проведения этой контрольной работы, например, в мае месяце, они заходят на соответствующие, они хранятся у нас в ЦОДе, в нашем центре обработки данных, может получить доступ только конкретной образовательной организации, они получают свой уникальный вход и, пожалуйста, проводят в то время, когда определено. И сейчас Министерство просвещения Российской Федерации вместе с Рособорнадзором как раз на это вот и обращают наше внимание. А если не успеют школьную программу про эти дети? Контрольные измерительные материалы таким образом подобраны, чтобы с учетом трех четвертей обучения детей. Все понятно. Конечно. То есть эта корректировка обязательно сделана, не надо здесь пугаться, что что-то не прошли, что-то не выучили. ВПР будет, тем не менее, скорректировано, да? Скорректировано обязательно, конечно. Что касается девятых, одиннадцатых классов, вот здесь вот тоже такие сложности, на мой взгляд, возникают. Здесь ситуация немножко посложнее, она связана с другим. Ведь у нас и те, и другие, девятые для получения аттестата и продолжения обучения, то есть либо в организации среднего профессионального образования пойдут, либо в школы пойдут уже по профилю какому-то учиться. И, конечно, они должны сдать те предметы, которые они выбрали. В одиннадцатых классах мы завязаны на ВУЗы, да, и в данном случае мы должны, опять же, сдать в определенные сроки. Здесь тоже есть соответствующие указания Министерства просвещения и Рособорнадзора. Уже есть. Уже есть, да, уже есть. Эти приказы уже опубликованы. Вся итоговая аттестация проводится в установленные сроки. То есть у нас очень хорошая, серьезная надежда, мы закончим учебный год своевременно. То есть сроки сдачи экзаменов не будут сдвинуты? Нет, нет, никаких сдвигов, сроков нет, но, еще раз, мы находимся в такой ситуации, которая порой непредсказуема, но в данном случае мы будем руководствоваться теми решениями, которые принимаются на федеральном уровне. Если в остальном, в организации образовательного процесса, это наши региональные или местные полномочия, то есть школа сама определяет, как учить ребенка. Вот, то вот итоговая аттестация 9-11 класса здесь нам выставляют задачи Федеральное Министерство просвещения и Рособорнадзор. Еще раз. Сами задания ОГЭ, ЕГЭ, они тоже будут корректироваться? Ну, вы знаете, здесь опять то же самое, ведь у нас основной объем знаний уже получен, то есть основной объем материала уже пройден. Сейчас у них идет повторение? Абсолютно, да. Сейчас идет как раз процесс подготовки к итоговой аттестации, процесс повторения. На раше, конечно, необходимо бы, чтобы они учились под контролем учителя, но здесь все-таки более взрослые дети, более ответственные уже подготовлены. Конечно, не все, конечно, все мы разные, но все-таки они нацелены на то, чтобы итоговую аттестацию сдать, потому что от нее зависит дальнейшая образовательная судьба ребенка. Поэтому, я думаю, здесь меньше как раз каких-то вот таких опасений у родителей, чем вот в отношении детей более младшего возраста, которые просто, ну, по своим психологическим, физиологическим особенностям не могут долго находиться одни и самостоятельно принимать какие-то решения. Елена Александровна, а будут ли сдвинуты сроки каникул? Вот две недели в феврале дети уже провели на карантине, сейчас еще две недели как минимум, да, будет карантинное мероприятие. Это уже месяц? Ну, я, конечно, не законодатель, потому что это законом об образовании определяется, но летние каникулы у нас есть у всех обучающихся, они разные в зависимости от уровня образования. В ВУЗе, в СПО или в школе они все равно есть. Вот, поэтому каникулы однозначно будут. В июне. Будет ли вносить изменения какие-то в графике? Ну, нам кажется, что нет, потому что это регулярное время каникул, оно определено, собственно, стандартами федеральными, поэтому не думая, что такая экстренная мера будет приниматься, каникулы будут. А вот как организовать финал этого учебного года? Ну, это, конечно, такая серьезная проблема для школы, серьезное испытание. И у нас вообще, наверное, сейчас такая хорошая проверка на прочности, на ценности, которые мы сформировали, и сформировали мы их или нет. Как оно правильнее? Контролировать ребенка жестко или отдать на откуп в школе? Ведь есть родители, которые сейчас, ой, как я с ним справлюсь, что он будет, да, лучше в школу отправлю. Здесь главное здоровье, и надо пойти именно от этого. Здоровье – это первое. Второе уже – образование, развитие и так далее. А вот здоровье, поэтому с этой позиции посмотреть. Не надо создавать рисковых ситуаций, ребенок что-то немножко приболел, и тем не менее лучше я его отправлю. Ни в коем случае. Обязательно дома, обязательно под присмотр врачей. Если в целом есть возможность ребенка оставить дома, конечно, конечно, лучше оградить его от лишних контактов. Подытоживая наш разговор, что можете посоветовать родителям и самим ученикам? Не паниковать, потому что в любом случае мы закончим так или иначе учебный год. Не паниковать однозначно, потому что паника – это зло. Вообще, в любом случае, надо разумно взвесить и подойти к правильному решению. Тем более у нас есть у школьников сейчас каникулы. Дошкольники ведь ходят в садик. Да. Они ходят в садик, и ходят в садик, если родители их не забрали, они ходят, принимаются соответствующие меры, поверьте. Но до школьников нет каникул и оценок. Ну и что? Ну разве это самые главные каникулы и оценки? По-моему, самое главное – вырасти здоровым, хорошим человеком, который понимает, что есть уважение, любовь близких. Но тем не менее, если ОГЭ или ЕГЭ будут завалены, экзамены, так сказать, будут завалены, это тоже будет трагедия. Вообще взрослые люди уже у нас дают, которые даже по закону отвечают за свои действия. В девятом классе ребята 15 лет в основном, они 14 лет по закону отвечают за свои действия. Здесь вообще уже совершеннолетние, большинство выпускников 11 класса. Давайте отвечать за свои действия. Вы понимаете, что вам надо дальше поступать туда-то. Учитесь. Школа вам поможет, обязательно поможет. Ни от кого не отмахнуться. Но у нас сложен сейчас период вот этой переоценки ценностей, что все-таки важнее и как в таких условиях подумать о себе, о близких и о своем будущем. Я надеюсь, что все будет хорошо. Да, конечно. Конечно, все будет хорошо. И все, что не доучим в этом году, обязательно доучим в следующем. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и разъяснили все по поводу карантинных мероприятий и дальнейшей учебы наших детей. Здоровья нам всем. Да, это точно. А я напоминаю, что главным героем сегодняшней программы был первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова. Меня зовут Юлия Анфалова. Удачи и увидимся на Урал-1. Аминь. Аминь.